всем привет нынче у нас открывается новый спецкурс названием сетевые протоколы у него много разных названий они появятся этот курс я уже сказал относительно новый но правда если посмотреть на список о господи я суперстар список курсов которые был можно найти в каком тринадцатом году аналогичный курс под названием сетевые протоколы в линукс а если еще глубже забраться то можно в комить восьмом на году найти еще один курс теперь пив линукс и наверное где-то еще раньше вот вот тут какой-то сетевой администрированная его еще 2004 год с ума сойти вот значит то есть тема с одной стороны конечно для меня не новая а с другой стороны понятное дело что за последние восемь лет в общем довольно много чего поменялось притом и относительно того как рассказывать про этот ваш себя пи и что рассказывать вот мы с вами будем просто ручками делать всякие штуки связанные с сетью на линукс машинками и машинками у нас будут служить в ртул бокс но у меня есть такая привычка прежде чем ведь у нас лекции нулевая условная условно прежде чем кстати да нулевая прежде чем поговорить про собственно эти сетевые протоколы я постараюсь сейчас вот перед вами провернуть трюк который называется tcp айпи за 40 минут вот и попытаюсь объяснить почему как так случилось что сетевые протоколы приняли вот такую форму которую мы с вами знаем я по возможности буду пользоваться каким-нибудь подручными средствами для рисования но тут я третьего дня обнаружил бабу позорную совершенно и никак и не могу поправить так что если мой инструмент будет периодически а галлюцинировать извините да значит надо поправить бабу почему она везде это правда то есть возможно это самый инструмент лично вот а значит в чем идея идея стоит в том что мы хотим с вами построить компьютерную сеть как вообще может выглядеть компьютерная сеть да что это вообще такое компьютерная сеть ну в нашем с вами понимании это когда у нас есть множество компьютеров которые умеют передавать друг другу данные совершенно идиотское определение наверняка есть определение получше но мне в данном случае мне в данном случае интересно реально вот обычная проблема вот нас есть один компьютер вот у нас есть второй компьютер вот у нас есть непонятное между ними расстояние как в котором что-то происходит то есть ну сейчас найдем вот ну правда между ними есть что-то понимаете какие-то между ними есть значит кусочки чего-то вот да ну в общем что-то что-то там происходит и нам нужно сделать так чтобы можно было с одного компьютера на другой передавать какие-то данные взять и вот значит прям вот как-то взять и вот 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 как-то как-то вот вот раз только не так а вот так что для этого нужно сделать мне кажется что когда проблема передач компьютеры данных между компьютерами не стояла и было чисто теоретической идеи относительно того как это можно сделать выглядели одним образом и вывелись в известный нам семью уровню из так протоколов и сласе про который в общем очень часто в теоретических лекциях рассказ довольно удобная штука вот такая конструкция у нее есть один недостаток у нее либо нет практической реализации либо ее практической реализации в общем оказалось крайне эффективно так вот мне кажется что конкретно стек протоколов тси 5 вырос из решения вот этой задачи я бы сказал естественным путем вот вот этот естественный путь мы сейчас попробуем и проделать так вот значит передача данных между компьютерами первую очередь какую проблему номер один нам нужно решить с помощью чего вообще эти данные передаются вот что является носителем данных вот потому что носителем данных может быть очень разные очень разные конструкции вот где-то в 90-х годах было исследование относительно того какие какой носитель данных с помощью чего передавать дистанционно между компьютерную информацию эффективнее всего в смысле скорости смысле не скорости скорости деленное смысле объем деленный на 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 время скорости передачи да и выяснилось что самый правильный способ это загрузить грузовик дешевыми винчестерами то есть если у нас как бы нету других требований а есть только требования время деленное это самое объем зеленый на время да то грузовик держа гружены винчестерами это самый эффективный вариант вот сейчас кстати не так вот да так вот значит уберем отсюда машину чтобы вам не казалось что мы будем говорить про носитель данных виде автомобиля но могут быть и другие варианты и разумеется ну например мы все с вами знаем что одним из довольно популярных носителях данных являются специально обработанные провода вот желательно чтобы там был ни один провода несколько потому что внутри этих проводов сигнал кодируется так так что мы значит можем довольно эффективно и быстро передавать по нему нолики единички или например мы знаем что может передавать по воздуху с помощью радиосигнала с помощью особым образом закодированного или мы знаем что может придавать по оптическому в лакуне вот выбор носителя данных то есть той сущности которая занимается переноской переноской данных это и есть этап номер один вот который означает для нас решение проблемы передачи данных параметр носителя причем есть параметры довольно важная вещь это совершенно никак не 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 относится к тому как именно будут передаваться наши вот данные последствия да но по идее о том что выбрать носитель для вот этой картинки нужно вот из чего состоит вот эта стрелка это важная идея на этом же уровне нам надо решить одну фундаментальную задачу построение сетей данных от которой будет зависит все наше дальнейшее путешествие это задача нам надо выбрать что мы собираемся разделять мы собираемся разделять каналы передачи данных между нашими оппонентами или мы собираемся разделять сами данные что имею ввиду представьте себе что в нашей сети не два компьютера а много давайте мы откроем погуглим слово сеть на нам понадобится сеть на картинках вот значит вот видите тут нас значит представлены всевозможные конфигурации причем как видите слова сеть ну как бы у на у каждого из нас свой собственный google большой брат следит за нами да и слова сеть мне даже фильм сеть не выдает почти не говоря уже о рыбацких сетях которые появляются очень редко в основном выдает компьютер так вот хорошо когда компьютер 2 сеть между этими компьютерами выглядит в виде одного провода или не провода или грузовика неважно понятно откуда понятно куда возможно обратно тут все очевидно но как правило даже если у нас вполне маленькая такая сеточка то есть носитель носитель один и тот же в среде передачи данных присутствует более одного абонента вот и когда мы говорим о принятии решения коммутации каналов или коммутации данных решит вот о чем предположим абонент хочет передавать данные абоненту б какой дисциплиной нет дисциплины это еще не тут каким способом вообще эти данные от конкретного одного абонента конкретному другому можно передавать самый простой способ разумеется это соединить все абоненты друг с другом каналами передачи данных по типу каждый скафт вот не самая плохая идея на самом-то деле ежели таких абонентов мало ну потому что мы знаем что у такого полно связанной сети у этого к графу этот самый экспоненциальный и у них господи квадратичный рост ну то есть для там 10 для 10 даже для 10 абонентов это уже будет то там 10 умножить на 9 пополам 45 каналов да вот а для тысячи это уже уже будет порядка полмиллиона каналов что в общем многовастенько прям скажем вот это не самая плохая идея на самом деле в какой-то момент была реализована в многопроцессорных системах причем с многопроцессорных системах с небольшим количеством процессоров там условно говоря 816 вот потому что тогда у нас отпадает вообще необходимость в каких-то в каком в какой-то коммутации в каком-то разделении у каждого для каждого вида связи абонентов нашей среди передачи данных оси и собственника вот этот вариант мы отбрасываем как не не негодный вот и и пробуем какой-нибудь другой вариант какой-нибудь другой вариант состоит в том что у нас есть сеть тут у нас земной шарик в середине плохая картина тут везде посередине земной шарик отстой но мне нужна топология типа звезда вот сейчас мы ее найдем во центр лазит совершенно не обязательно должна быть централизованной топологии совершенно не обязательно важно другое важно то что у нас не n квадрат каналов а существенно меньше вот грубо говоря их там n штук плюс некоторые центральная точка или среда передачи данных устроена таким образом что можно установить соединение между двумя абонентами например по воздуху но понятное дело что одновременно все там абоненты во все стороны передавать ничего не будут вот то есть короче говоря если у нас есть несколько абонентов и ограниченное количество каналов передачи на для них типичный пример такого такого вида коммутации это эти самые телефонные станции образца столетней давности вот вы звоните на телефонную станцию будете барышня соединить меня со смольным барышня втыкает соответствующий провод вашу дырочку и в дырочку смольного и вы начинаете разговаривать вот сколько таких проводов у этой барышни столько у вас каналов может быть одновременно функционирует 20 значит то есть идея стоит в том что у нас есть некоторый запас такого рода такого рода каналов вот и когда у нас с какой-то абонент говорит я хочу соединиться с другим он говорит дайте мне канал ему организует этот канал вот и он соединяется да вот один с другим когда 2 говорит я тоже хочу с этим соединиться где вы говорит не чувак там все каналу канал занят ты вот не можешь туда попасть ты можешь кем другим соединиться а с этим пока не можешь ждите но хорошо хочу позвонить вот это вот 3 там говорит а я хочу еще позвонить и второму одновременно а нельзя ну в общем вы меня поняли вот вот еще один вот сейчас произойдет нехватка нехватка каналов вот значит этот звонит этому а я тоже не может никому позвонить почему а потому что больше каналов нет да вот вы позвонили на мтс на мгтс ну смысле на телефонную станцию на очень древнюю телефонную станцию с коммутацией каналов и там собственно формально говоря кончились провода то есть кончились вот эти релюшки шаговые искатели которые соединяют один с другим ну или кончились провода и кончились барышни если там барышни сидели вот и вот этот абонент внезапно видит слышат в трубке заняты потому что канал кончик так работает архитектура с коммутацией канал вместо этого мы можем использовать архитектура с коммутацией данных когда у нас среда передачи данных вообще общая та самая звезда который мы видели на картинке вот грубо говоря грубо говоря ой боже я в этом не разбираюсь тем более что у нас никакой циски не будет давайте вернем компьютеры грубо говоря у вас есть какая-то машина которая занимается связью с этими самыми абонентами вот у каждого абонента есть доступ к этой среде передачи данных единый вот и для того чтобы передать данные от давайте мы вот что сделаем давайте мы уберем здесь уберем здесь стрелочки потому что это общая среда передачи данных она именно общее вот не так вот так вот и когда один абонент хочет передавать данные другому вот так да такие вот здесь надо было стрелочку оставить вот так вот то он вместо того чтобы ну вот 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 это он хочет сделать но этого не бывает это такое достаточно виртуальное понятие да нам нужно передать через общую среду все дайте мы сделаем знаете как мы сделаем здесь вот вот так вот чтобы чтобы было понятно что это такой виртуальный вас он должен и не только один еще и другой так делает да вот и второй нет и второй абонент тоже хочет в это время передавать данные какому-то другому абоненту вот так вот значит для того чтобы это происходило одновременно для того чтобы это происходило это не сервер ребята ну давайте если вы вот если вам это это очень важно давайте мы такие все таки покажем что это маршрутизатор какой-то если вам да так вот значит для того чтобы это могло происходить одновременно выбирается стратегия коммутации данных коммутация данных означает что данные пересылаемые со всех компьютеров режутся на маленькие кусочки на каждом из них помечается кому в действительности предназначается этот кусочек дальше все это складывается в общую среду передачи данных а дальше логика работает и среды передачи данных собственно определяет определяет адресатор вот правда сказать на уровне первом который мы тут договорились считать уровнем носителя до уровень носителя уровень среды передачи данных эта проблема не возникает на уровне первом мы договорились о том как сигнал как вообще устроены провода как устроен наш носитель и как как сигнал кодируется то есть смотрите по поводу можно передавать там нолик и единички причем нолик там допустим отсутствие напряжения единичка наличие напряжения а можно делать не так можно там делать как в коаксиальных кабелях стоячую волну и делать эту самую амплитудную модуляцию этой волны а можно делать частотную модуляцию а можно передавать высоко частотный сигнал с частотной модуляции так далее так далее так далее мы должны договориться о том как собственно на на в этой среде передачи данных что является данными вот это вторая задача которую мы должны решить на уровне среды вот и есть еще некоторая подзадача в этой задачи это надежное представление мы вот следующая лекция поговорим про скроблинг вот про такие вот штуки то есть идея стоит в том что мы не просто должны там измыслить как-то вот из головы вынуть то как мы передаем данные по проводам а еще подумать над тем как при передаче по этим проводам обеспечить наибольший вариант надежности не больше вариант эффективности понятное дело что всегда есть потери всегда есть шум всегда есть то всегда есть но вот надо подумать над тем как формат передачи данных и наше изобретение по кодированию данных внутри нашей среды передачи данных будет значит наиболее эффективно однако мы уже нашли проблему в этом месте которая за 40 минут мне ничего не получится сразу скажу можно нашли эту проблему эта проблема называется проблема подключения то есть окей вот среда вот компьютер что происходит в том месте где вот в этом месте где компьютер подключается к среде передачи данных вот в этой красной точке почему эта проблема во первых потому что мы вообще говоря не договорились о том а что такое процесс передачи данных когда он начинается когда он заканчивается как отличить данные которые в проводах от отсутствия данных вот правда это по моему предыдущий этап вот допустим мы договорились о том что каждый кусочек данных складывается такую рамочку квадратненькую до называемый фрейм и вот этот фрейм пересылается по среде передачи данных окей но нам же нужно еще сказать допустим ну не знаю там крутик сумму туда положить до в этот фрейм а если он нестандартной длины ну потому что мы хотим придать 13 байтов значит должно быть какая-то мета информация в этом фрейме короче говоря а вот те данные которые мы собираемся передать оказывается завернуты в некоторую дополнительную оболочку мета информации которая собственно в купе с договоренностями о том как эти данные передаются как раз и отвечает за процесс как вообще узнать что данные начали помимо этого помимо того что мы должны договориться о том что такое собственно передачи данных например завернуть их в мета информацию назвать его фрейм есть еще одна проблема эта дисциплина использования среды вот мы это видим в полный рост помните когда был два компьютера нам нет не было нужды разбираться кому предназначены данные если тот компьютер который слева передает данные значит они предназначены для того который справа когда в нашей среде передачи данных компьютеров несколько мы должны вводить дисциплину и эта дисциплина упирается в 2 опять вещи у нас очень много бинарного деления того гернарного разбиения сегодня будет разговоре во первых мы должны ввести какую-то идентификацию внутри этой среды да вот что компьютер один 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 хочешь передать о как тут все не по-детски давайте хотя бы 24 вот компьютер один хочет передать данные компьютеру 2 и этот компьютер 2 внезапно это вот этот компьютер ну мало ли как там все у нас пронумерован вот чтобы компьютер один смог передать данный компьютер 2 в единой среде передачи данных где у нас абонентов больше двух нам нужно договориться об идентификации и это тоже пойдет в мета информацию на в нашем фрейме вот и о том что делать когда параллельно одновременно с вот этой передачи компьютер 3 тоже захочет передать данные компьютеру 2 или компьютеру 4 ну короче говоря как собственно происходит та самая коммутация данных о необходимости которой мы с вами договорились на предыдущем этапе тоже много разных дисциплин есть можно например запретить передачи данных пока идет передача данных между вот этими двумя компьютерами можно например сделать некоторый единый единый такой алгоритм который посещает все компьютеры все абоненты в нашей сети по очереди и просто каждый из них выбирает те данные которые ему предназначены можно делать одновременную широковещательную рассылку на все компьютеры и каждый будет выбирать если параметры среды это позволяет да какой-нибудь cdn этот как его ну короче в общем в общем врать час не буду в следующей лекции попробую вспомнить нужные термины вариантов дофига вам главное что мы должны решить эту задачу и так на втором уровне на уровне подключения к среде передачи данных в данном случае компьютера решаются две задачи про то как собственно сам процесс передачи данных устроен ну вот мы значит договоримся что есть фрейм у фреймов такие-то поля да там мы значит они могут быть разной длины там вот это все максимальная длина потому что у нас сама среда диктует такие условия и дисциплина использования этой среды которые вводят понятию идентификации понятию когда можно когда нельзя короче алгоритм если бы вы не видели план лекции я бы задал вопрос о чем уже кажется решили задачу при организации компьютерной сети смотрите вот у нас среда в этой среде любой компьютер может передавать данные любому не этого ли мы собственно добивались но в действительности до какой-то степени да но тут есть одна важная проблема которую где-то поначалу всей вот этой сетевой технологии никто в общем решать не собирался проблема состоит в том что вся вот это вот машинерия работает только в случае если у нас среда передачи данных одна дисциплина 1 любой абонент может получить доступ к любому другому абоненту в рамках этой среди передачи данных ну разумеется если хватает ресурсов и так дальше и так дальше то есть проблема вот в этом вот 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 в пачке вот вот в этой пачке да давайте уберем эти стрелочки чтобы никто никто нас вот 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 в этом единая среда передачи да пока разговор идет о едино среде передачи данных все шикарно как только выясняется что таких сред передачи данных у нас в нашей глобальной компьютерной сети условно говоря очень много то есть ну вот ну реально вот смотрите а в действительностью все это выглядит вовсе не так да в действительности это выглядит сейчас найдем вот только уберем фон действительность это выглядит немножко по другому действительно у нас есть одна среда передачи которые коммуницируют с другой средой передачи до в которой есть свои абоненты до свои эти самые они противные договор свои абоненты свои к своя архитектура свой возможно другой носитель данных в общем все свое а еще она коммуницирует встретись 4 ну и так дальше вот на этой картинке сети вот наверное вот это вот более или менее то есть они все тут мало адекватные к сожалению тут да ну вот 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 эта вот картинка может быть чуть более понятно значит тут какой-то вот вот уберем вот эту часть слева которая написана интернет и вот видите вот это вот желтенькая фигня это единая среда передачи данных вот эта желтенькая фигня это еще одна единая среда передачи данных вот эта желтенькая фигня еще одна среди на единая среда передачи данных ну или вот на это это маленькая картинка ну в общем вы меня поняли вот вот видите квадратики квадратик это единая среда передачи на данных на самом деле нет ну с нашей точки зрения должно выглядеть примерно вот так вот у нас есть еще одна среда да и еще одна вот давайте сейчас я дорисую да дорисую я сейчас ну и так дальше и они как-то друг с другом связаны некоторые связаны некоторые не связаны это вот все вот волшебное какое-то такое да при этом неприятность стоит в том что ну как неприятность через состоит в том что мы должны научиться на самом деле передавать данные давайте вот так сделаем чтобы было понятно некоторую прозрачность не ведем передавать данные нему не просто между двумя абонентами единой среды передачи да да а секунду а в действительности мы хотим мы хотим передавать данные от произвольного абонента нашей нашей сети к произвольному так жух так это плохая это самое вот это хорошее я сказал жух в жух а видали какая у нас стоит задача а я тут тут какая связность должна быть извините если связности нет то мы ничего не передадим давайте организуем какую связность в как решить задачу обозначенную вот этой пунктирной линии с учетом того что вот эти вот большие шарики это какие-то среды передачи данных про которых нам уже очень ничего не известно нам известно только что в них есть абоненты и что произвольный абонент 1 может захотеть передать данные произвольного абоненту произвольного абоненту 2 вот здесь нас подстерегает уровень 3 тех задач которые мы собираемся решать вот он это объединение сред передачи данных в одну была глобальную сеть что задачи решаются на этом уровне на этом уровне решаются как обычно две задачи тут у меня всего по два первая задача это идентификация всех абонентов нашей глобальной сети если раньше при подключении к среде передачи данных просто могли вот так сделаем вот мы просто могли сказать ну слушайте вы все тут все всех видят давайте мы скажем что устройство которое обеспечивает подключение к среде передачи данных генерирует какой-нибудь уникальный номер этого устройства и вот поэтому уникального номера мы будем поскольку все всех видят мы будем общаться в случае глобального по глобальной идентификации такой простой механизм не работает нам нужно каким-то образом переименовать вообще все компьютеры перенумеровать вообще все компьютеры в глобальной сети и это с учетом того что каждую секунду в глобальной сети постоянно меняется количество компьютеров вот их местоположение и так дальше поскольку задача нерешаемая надо ее решать по частям часть номер 1 состоит в том что мы вводим новую систему общую систему идентификации вот если мы хотим чтобы вот такая передача данных была вообще возможно у нас помимо какого-то внутреннего идентификатора внутреннего чего-то там внутри среды передачи данных должен быть некоторый уникальный номер называемый адресом в этой самой глобальной сети вторая задача состоит в том чтобы обеспечить достаточную уникальность этого адреса вот ну например не знаю способов на свете много решений это изначально например сделать так что часть адресов вообще должны быть не уникальны мы просто должны их преобразовывать в нормальные где-то там вот где-то вот здесь вот у нас вот по ходу вот а другая другой способ решения стоит в том что все адреса выдаются какой специальной организации который за этим следит понятное дело что организация не будет называть адреса по штуке она иначе просто рухнет под запросом она просто передает целый диапазон адресов другой организации допустим которая владеет вот такой вот средой передачи данных у тебя тут пожалуйста 256 адресов дело с ними что хочешь и это другая организация раздаете эти 256 адресов внутри этих компьютеров вот ну а дальше в общем все более-менее понятно это первая половина нижняя половина задачи организации глобальной сети то есть объединение сред передачи данных в единую сеть вторая половина это обеспечение связанности этой сети это задача маршрутизации смотрите чтобы вот эта передача от абонента 1 к абоненту 2 было вообще возможно в данном случае это происходит с помощью передачи отсюда давайте мы потухше сделаем вот отсюда вот сюда причем какому-то конкретному абоненту возможно даже ни одному внутри этой фигни возможно там есть два абонента которые еще друг другу будут передавать всю всю эту ерунду понимаете какая интересная штука вот возможность в действительности это может быть происходит вот так до вас это мы не знаем мы как абонент номер один уже не заморачиваемся такими вещами возможно в действительности происходил вот такая картинка это передавал этому а этот уже передавал и и вот здесь тоже да вот нам нужен механизм который бы позволил а построить этот маршрут вообще построить потому что повторяю ну сейчас повторю не повторю сейчас скажу почему 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 это почему слово вообще звучит вот и бы который бы определил что такая такая связь вообще возможно потому что мы взяли и захотели связаться с абонентом вот этой вот этой среды передачи данных а там ничего как бы связанности то нет вот ну вот то есть верхняя половина тоже делится на две под задачи маршрутизация и обеспечение связанности эти задачи тоже решаются всякими разнообразными способами например если наша глобальная сеть небольшая можно иметь так называемый full view взять и составить полную таблицу всех маршрутов отовсюду повсюду эта идея хороша тем что тут же можно решить задачу связанности ибо каждый раз перестраивать такую таблицу мы будем опрашивать все наши абоненты на предмет того вообще доступны они или нет если они недоступны а вот по этому маршруту абонент недоступен понятное дело что для интернета это работает ну хреноватенько вот потому что ну в общем хреноватенько можно поступить по-другому можно сказать так вот внутри такой штуки для простоты назовем внутри среды передачи данных хотя там может быть несколько таких сред просто подъеден в администрировании все маршруты мы как бы знаем как устроен мы знаем как с этого компьютера попасть на этот мы знаем что если допустим там несколько сред передачи данных но они все подъедены мышцы за победенной администрации мы знаем как из одной среды попасть в другую вот и через какой компьютер это делается все мы это знаем так так то есть это это не проблема да а вот если мы говорим что мы хотим связаться с каким-то абонентом про которого мы ничего не знаем вы окей у нас есть маршрут по умолчанию и этот маршрут по умолчанию ведет куда-то вот сюда вот если мы знаем маршрут он пробит у нас если мы не знаем мы просто отсылаем на деревню дедушки точнее причем знаем какому конкретно девушки от дедушки отцовы как обычно любая задача сегодня делится на две части потому что вот эта эскалация наверх ну понятно да вот мы знаем по нашу локальную сеть если не знаем отсылаем наш пакет в маршрутизатору который знает больше если он тоже не знает он отсылает еще который знает еще больше понятное дело что тот который знает много про всех он мало знает про каждого вот ну и так дальше идет 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 наверх но остается вторая задача а как собственно вот мы дошли до уровня не знаю там интернета всего как понижать деэскалировать вот эту вот потребность узнать куда перед 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 направлять пакет вот здесь нам все-таки необходимо давайте эту нет вот это уберу чтобы не путай чтобы не путаться вот здесь нам все-таки необходимо решать задачу связанность решать задачу связанности на предмет того чтобы вообще строить большую карту а каким способом между вот этим большим облаком называющим называем автономной системы и вот этим большим можно осуществить кстати никаким а можно вот сюда сюда и сюда можно осуществить связь да вот например кто-то должен иметь в голове геометрию относительно того что динамически что вот чтобы попасть сюда пакет нужно представить именно сюда потому что этот перешлет этому этот перешлет и потом внезапно внезапно времена изменились и оказалось что дешевле это сделать напрямую например появились появилась появилась возможность переслать пакет прямо вот так и это быстрее и все такое и кто-то вот здесь вот должен отсечь ситуацию что связано с между этими двумя автономной системы появилась и соответственно динамически перестроить наш вот бибку проблему с адресом мы уже решили проблема с адресом смотрите что такое проблема пограничной маршрутизации допустим мы в нашей в нашей маленькой системе в нашей маленькой сеточке все адреса всех компьютеров знаем и мы знаем что если вот в эту подсетку направлять пакеты то они приходят через этот компьютер но мы не знаем что делать если пакеты предназначаются совершенно не нашему абоненту совершенно незнакомым адрес даже если асад адрес под сети даже зная адрес этой под сети мы все равно не знаем кому пересылать пакеты чтобы они туда попали и процедуры эскалации говорит о том что окей значит мы присылаем маршрутизатору по умолчанию которые у нас тут по умолчанию он такой такой вот он такой вот до не умеет она туда неважно а этот машу на但是 замуж 3 разберется сам он тоже не знает как сюда присылать пакеты поэтому происходит следующая эскалация у него у самого тоже есть маршрутизатор по умолчанию который разберется сам и повышение этой штуки происходит как сделать обратно как мы доберемся до машины каким способом добраться на машины который реально знает как попасть вот сюда понимаете эскалация есть дискалации нету и вот дискалация проблемы дискалации решается проблемами пограничных мышцы сонных протоколов когда наконец мы добираемся до сервера такой толщины до мышцы зато такой толщины что он действительно знает что из этой системы можно попасть в эту в эту и в эту и в эту да и это гарантирует связанность одного с другим вот я сейчас не буду рассказывать я сейчас не буду рассказывать как устроен какой-нибудь конкретный пограничный протокол потому что иначе это надолго то есть помимо помимо проблемы помимо задачи эскалации наверх должна задача эскалации и тут одного адреса под сети не хватает тут нужно знать карт карту связности интернета такие дела так я слишком много посвятил этому времени но как бы идея думаю понятно все это очень хорошо вот давайте подумаем над тем а что собственно мы что собственно мы чего мы добились мы добились того факта что между вот этой штукой и вот этой вот этим абонентом вот этим абонентом чисто теоретически можно передавать данные то есть если вообще это связано с есть они нету вот она сейчас есть да а сейчас ее нету а сейчас есть так вот если вообще это связано с есть то мы теперь знаем как пакета до этого самого абонента доберутся потому что у нас есть адрес этого абонента и потому что у нас есть какие-то правило по выбору маршрута этот маршрут простроиться если связать и нет он разумеется не простроить соответственно какую задачу мы не решили например нужно ли нам ну самая главная конечно задача это собственно коммутация наших данных пакет дойдет но мы обычно передаем не пакет обычно мы до передаем некий произвольного размера кусок данных который вполне возможно в пакет не влезает и первая задача которую нам нужно решить это превращение возможность передачи потока вот если ранее если мы решили задачу что отсюда вы сюда чисто теоретически можно доставить данные то теперь нам надо решить задачу как эти данные доставить в целости и сохранность и нужно ли на самом деле то есть как превратить цельный поток в последность пакетов а потом превратить поздно и потеку обратно в цельный поток на этом уровне мы забываем про всю вот эту геометрию она же топология у нас существует на самом деле совершенно новый подход в котором есть всего два абонента вот между ними происходит происходит передача данных то что она происходит вот таким вот способом мы об этом забываем у нас есть источник приемник вот и соответственно мы хотим передавать данные мы хотим чтобы когда мы берем какую-нибудь фиговину ну хорошо плохая фиговина короче какой-то объект реального мира ну какой объект наш которым собираемся передавать неважно какой здесь чуть красивая нет ничего красивого жалко лампочку какой лампочка есть лампочка нету лампочка красиво но неважно что-нибудь неважно какую-нибудь фигню вот тот фигню берем какую фигню засовываем ее в поток данных эту фигню и передаю мы должны быть уверены что на том конце нас ожидает тоже фигня тоже такая же вот а между прочим эту фигню порезали на пакеты эти пакеты засунули вот в этот страшный интернет и не факт что они все в исходном виде дошли до получателя может быть некоторые пропали некоторые удвоились и тогда то есть первая задача которую на уровне потока данных мы должны решить эта задача обеспечение цельности и надежности передач то есть ну например мы должны убедиться что абонент вообще существует что он готов принимать наши данные потом эти данные засыла им потом мы должны убедиться что он их принял тут надо покрасить он некрасивый надо покрасить покрасить надо давайте покрасим пускай будет покрашены вот значит что он их принял что они того же того же цвета вот увидите а то он получается другой какой то вот немножко разные кстати короче говоря но или или нам это это необходимости в этой фигне нету совсем вот потому что мы отослали да но как они придут так и приедут но потому что проверять их цельность надежность и так далее себе дороже да мы допустим широко вещаем какой-нибудь поток вот у нас миллион абонентов каждый если каждый из этих миллионов начнет нам выставлять претензии по поводу качества канала мы загнемся вот цельность и надежность да что да мы можем потом спросить чувак ты принял данные да все там все нормально а контрольная сумма совпала молодец спасибо дорогой нет первый в нижний уровень верхний уровень того же задачи с потоками данных состоит в том когда этих потоков у нас несколько у нас бац и образуется еще один поток данных вот которые передаем от того же компьютера от того же абонент тому же абонент жух обратите внимание что это на уровне четвертом на уровне работы с потоками два различных поток на уровне третьем на уровне обеспечения связности маршрут в общем один и тот же ну или даже все хуже он может поменяться в процессе передачи одного и того же поток то есть мы фактически складываем все все пакетики которые предназначены двум разным потоком данных в одну и ту же воронку дальше они уже 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 как-то путешествует по нашему интернету дальше мы из этой воронки вынимаем и как понять пакет принадлежит вот этому кусочку данных или вот этому значит давайте сделаем вот что давайте мы сделаем а реально обозначим что в действительности должно быть вот так вот тоже 05 да в действительности должно быть вот так цвет а вот цвет вот как то мы должны покрасить эти потоки вот это вторая верхняя задача развлечения потоков на самом деле есть еще под задача управления этими потоками ну как обычно все делится пополам ну например у нас канар передачи данных среда передачи данных у этой у этого абонента хорошая толстая а у этого не это маленькая тоненькая и как мы узнаем что мы не можем сразу гигабайт зафигачить в интернет потому что этот гигабайт там потеряется он ну как мы узнаем что мы можем отправлять миллион пакетов а наш абонент не может принимать миллион пакетов в секунду то есть ширину этого потока мы должны тоже как-то уметь регулировать это тоже задача решается на уровне потока да ну казалось бы все осталось последнее осталось понять а чё собственно мы передаем я тут так смело нарисовал вот эти самые кубики но как вы понимаете с точки зрения транспортного сон уровня потоков данных совершенно неважно что мы передаем кубики шарики там нолики да не важно от того что я поменял объект которыми передаем все все задачи которые мы решаем на уровне потоков не изменились она слал совсем это также точно поток мы их точно также различаем мы точно также определяем какому потоку что принадлежит регулируемых пропускную способность отслеживаем цельность ну или не отслеживаем не проверяем если нам таким образом у нас остается последний уровень это интерпретация содержимого в котором опять есть две задачи первое у нас есть операционные системы которые умеют жевать кубики и обрабатывать вот такого рода фигурки она умеет и то и другое но наша сеть должна быть устроена с точки зрения операционной системы таким образом что если он пришел кубик мы должны отдать это под системе жующие кубики а если пришел вот такой митсубишек мы должны отдать от под системе жующими цубишки что это вообще такое зачем это рисовал это даже не митсубишек я не знаю что это но вот какая-то красивая фигурка вот значит то есть прежде чем интерпретировать наши данные мы должны внутри операционной системы договориться а чьи же это данные переводя на более близкую нам параллель этих самых в этих ваших линуксов но если к нам пришел кусок файла то мы должны а файл ему сервера его отправить а если нам пришел по хтп кусок картинки то мы должны его в роузеру отправить вопрос кто будет обрабатывать соответствующий объект ну и наконец вопрос интерпретации самого объекта а что собственно делать с этим кубиком или что собственно делать с вот этой митсубишек и это уже как бы вопрос на который существует миллион миллиард ответов потому что это собственно как работает тот сервис который интерпретирует эти данные вот вот когда мы говорим на компьютере о абоненты произвольного призвольном абоненте глобальной сети что у нас есть данные особого вида например и кто-то зеленой поверхности и что мы их передаем компьютеру бы произвольному абоненту произвол нашей глобальной сети этот принимает и он видит что это именно кубик именно зеленой поверхностью и соответствующим образом обрабатывают этот факт Вот только после этого мы можем сказать, что компьютерная сеть построена. И внимание на экран. Это пять уровней протоколов TCP IP. Физический, network access, он же интерфейсный, интернет, он же сетевой, транспортный и прикладный. Вот это они и есть. Я твердо убежден, что стек протоколов TCP IP решался примерно так, как мы с вами сейчас поговорим. Значит, относительно 40 минут я соврал, потратили мы час, но вот это все. Теперь немножко, немножко, так сказать, для закрепления этой идеи немножко других картинок. Сейчас мы это сохраним. Это у нас будет называться application, пускай будет так называться, это не важно. Ну, вот. Тоже сохранить. Вот. Давайте мы... Сейчас я посмотрю, где это было. Не здесь. Здесь. Во. Итак, значит, немножко, немножко сменим картинку. Что перед нами на картинке? Перед нами носитель данных, который несет куда-то данные. Ну, вот мы говорили, что нам надо решать проблему носителя. Вот на уровне носителя данных мы выбрали почтового голубя. Вот. Он носит данные, видите, он держит в когтях какие-то данные, засунутые в рамочку. Да. Вот. Что мы можем сказать про этого носителя? Во-первых, что у него... Да, есть 5 пипа голубейной почте, там все очень аккуратно написано. Вот. Я поэтому голубей выбрал. Что можно сказать про этого носителя? Про этого носителя можно сказать, что, во-первых, он может не очень большую рамочку нести, потому что он голый, хилый. Вот. Ну, и не очень маленькую, все-таки, наверное, специально выбирали таких голубей, которые хорошо носят. Вот. Во-вторых, что он что-то несет, какой-то фрейм у него в когтях находится. Поэтому, если мы отвельчемся от носителя, с носителем все понятно, он чего-то куда-то несет. Да? Он умеет носить. И перейдем с уровня среды передачи данных на уровень, собственно, подключения, на уровень того, что он носит. То есть, рассмотрим фрейм, рамочку, которую он тащит. Мы увидим эту рамочку. Давайте посмотрим на фрейм. Фрейм – это, как мы понимаем, уровень подключения, уровень интерфейсный. И в этом фрейме написано, что наш голубь летит из голубятни на 1, 2, 3, 4, 5, 6 в голубятню 5, 2, 4, 3, 2, 2. Возможно, в среде передачи данных есть две такие голубятни, возможно, больше. Мы с вами знаем, что голубь на самом деле может только возвращаться, но это детали. В любом случае, в нашем фрейме, наш фрейм соответствует единой среде передачи данных, в которой есть два уникальных идентификатора абонента этой среды. И мы знаем, что этот фрейм сейчас в данный момент доставляется вот отсюда, вот сюда. Понятное дело, что это не имеет отношения к проблеме сетевой, потому что это все то, что знает лично голубь. Лично голубь летает из этой голубятни вон в ту. Возможно, еще в три, которые он знает. Это уровень интерфейсный. Мы разглядываем фрейм. Что находится внутри фрейма? Внутри фрейма находится, как вы понимаете, пакет. Здесь я не стал писать, просто не успел. Вот вместо куда и кому, разумеется, это адрес отправителя, адрес получателя этого пакета. Короче, тут так было, чем писать, от кого и кому. И вот это от кого и кому содержит как раз уникальные идентификаторы в рамках всей сети. Кто и кому посылает. Как фрейм, содержащий этот пакет, дойдет до абонента, а не как. Фрейм не доходит абонент. Фрейм летает между голубятними. Некоторые внешние правила, именуемые маршрутизацией, говорят нам о том, что делать с... Вот мы взяли этот фрейм, посмотрели в пакет. Это наш пакет. Вот это куда? Это нам? Нет, не нам. Окей, закатали в следующий фрейм, отправили со следующим голубем в следующую среду передачи данных. Оказался у нас... Оу, если он у нас, значит, давайте мы посмотрим, что в пакете. А в пакете лежат вот такие квадратики непонятные. Вот. Что мы про эти квадратики знаем? Что это части потока. Маркизио, нет. Куда лететь, голубю говорят вот эти идентификаторы голубятин. Голубь ничего не знает про содержимое пакета. Ему дали фрейм. Он его несет. Я вам больше того скажу. Если голубь хилый, то вполне возможно, он... Один пакет в один фрейм не влезет. Произойдет фрагментация. Мы этот пакет порежем пополам. Я хотел это сделать, но решил не усложнять. Но видите, вы спросили. Мы этот пакет порежем пополам. Получится два фрейма. Не дай бог больше. И в одном фрейме, соответственно, будет лежать одна половина пакета, а в другом другая. Понятное дело, что в этом случае заморачиваться голубю, что кому предназначено, совсем не нужно. И он не сможет это сделать. У голубя все просто. Давайте мы сейчас откроем соответствующую картинку. Голубь летает внутри одной среды передачи данных. Вот отсюда, вот сюда он летает. Правила маршрутизации в голубятнях. Там сидит, собственно, голубевод. Именно голубевод, вынимая пакет из фрейма, смотрит, куда и кому этот пакет нужен. Если он отправлен прямо на эту голубятню, то произойдет дальнейшая декапсуляция. А если этот пакет нужен кому-то еще, он его, голубевод засунет его в следующий фрейм, повесит на следующий голубя, и голубь наш полетит дальше. Ну, следующий голубь полетит дальше. Вот. Теперь, значит, относительно того, что лежало в пакетах. Предположим, мы решили, что вот здесь надпись куда, кому, это нам. Соответственно, мы берем, раздеваем эти пакеты, вынимаем из них куски уже пакета, ну, тоже пакета, но не стану забивать вам голову, уже уровня, да, уже уровня этого самого транспортного. Помните, какие задачи решаются на транспортном уровне? Организация потока данных. Это поток зеленого цвета. Помните, там был розовый и зеленый. Вот это поток зеленого цвета. И он состоит из шести пакетов. Вот. В каком порядке эти пакеты получены, в принципе, не очень важно. Хотя, наверное, неудобно иметь огромный буфер, когда сначала мы получаем последние миллиарды пакета, а потом, значит, да. Вот. Но нам удалось из этих пакетов собрать один поток. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мы ничего не потеряли. В шестом пакете написано, что это конец. Вот. И у нас получился вот такой кусочек. Вот. Который, собственно, уже можно убирать вот эту вот рамочку и говорить, дорогое приложение, дорогой прикладной уровень, тебе пришел кусок твоего прикладного чего-то. Один кусок, другой кусок. Вот они там, их какое-то количество этих кусков, приезжает. Вот наш тонкий край, который приехал. Да, там еще какие-то приехали куски. Вот. Это какой-то пазл. То есть, мы на уровне транспортном не хотим интерпретировать, что это вообще такое. Вот. Поэтому мы отдаем это на уровень приложения, уровень прикладной уровень. Приложение говорит, так, ну, я-то в курсе, что это такое. Сейчас мы из этого сделаем. Вот. Приложение начинает интерпретировать поток данных, который ей пришел. Вот. Говорит, ну, господи, ясно же, что это такое. Ну, и пользователю получается вот такая вот фигня на выходе. Обратно. Если мы хотим передать нашу, вот эту корову по сети, сначала ее интерпретирует приложение, прикладной уровень. Прикладной уровень знает, что речь идет о схеме сортировки мясной туши. Вот. Поэтому он как-то по-своему, по-прикладному ее интерпретирует, подготавливает к передаче и начинает передавать. Засовывает это все в поток данных. Поток данных соответствующего размера отсылается. Каждый кусочек данных складывается в пакет. Каждый пакет складывается во фрэм, если не прошла фрагментация. Иногда получается по нескольку. Каждый фрейм отдается в зубы голубю. Голубь летит на соседний компьютер. Как здесь написано. На соседнем компьютере мы вынимаем из фрейма пакет. Смотрим, нам это или нет. Допустим, это не нам. Заворачиваем в следующий фрейм, отдаем носителю. Носитель летит на следующий в нашей цепочке абонент. На этом следующем абоненте мы снова разворачиваем фрейм. Вынимаем из него пакет. Проверяем, нам это или нет на сетевом уровне. Допустим, все-таки нам. Тогда мы вынимаем из пакета фрагменты. Не фрагменты, а пакет транспортного уровня. Составляем из них поток. Когда поток готов, этот поток собирается, отправляется на прикладной уровень. Прикладной уровень получает, допустим, веб-страничку, хитмэльки, цссинки из отдельных файлов и так далее. И обрабатывает их по-своему, по прикладному. Получается, собирает из этого некоторые целые объекты. Этот объект представляет полики. Вот теперь все. А вот дальше начинаются трудности. Спасибо за вопрос, Маркизио. Дальше начинаются трудности. Трудности состоят в том, что мы с вами описали идеальный, совершенно независимый, независимый стак протоколов сетевых. В действительности он сильно неидеальный. И вот эта неидеальность, пришедшая из реалайфа, собственно, и привела к произведению TCP IP, несмотря на то, что существовал стандарт СОСИ. Вот. Вот эта возможность работы вообще без соседних уровней на самом деле достаточно эффективная. Ну, про инкапсуляцию мы только что посмотрели. Это мы тоже посмотрели. Проблема в Легасе. Например, между интерфейсным и аппаратным уровнем очень много зависимостей. Ну, потому что вы включили две сетевые карты в один провод. Вот. Они, например, должны договориться друг с другом, они 100 гигабитные или 10 гигабитные. Вот эта гигабитность – это понятие аппаратное, понятие носителя. А договариваются они на, извините, на интерфейсном уровне, потому что иначе никак. Вот. Или, например, вот то, что спрашивает Маркизио. Каков размер, каков размер должен быть вот у этого пакета, у этого квадратика? Оказывается, этот размер зависит, знаете, от чего? От самого дохлого голода по дороге. То есть от того, каков размер, максимальный размер фрейма, МТУ, максимум трансфер юнит, по всей дороге случится. Вот. Если там есть... Часто это, знаете, когда бывают такие проблемы, скажем, туннелирование, туннель в туннеле. Чем больше туннелей в туннеле и в туннеле и в туннеле, тем, соответственно, меньше объем того, что он может в этот туннель засунуть, потому что больше метадантов. Вот. То есть у нас есть зависимость мощности вот этого... Точнее, не так, пропускной способности этого голубя, да, и размера вот этого кусочка, который на транспортном уровне будет создан. Так называемые проблемы МТУ. Вот. Она есть. Обратите внимание, аж через два уровня. А, ну, практически через три, да, вот. Вот. Так что да. А, вот. Что еще? Да, 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 бибкоу. Ровно оно, что на самом деле, как бы, в Ethernet помещается 1500, то есть Ethernet-ный голубь тащит 1500 октетов, а если в нем внутри туннелька, то вот эти 40 октетов уходят на описание мета-данных туннельки, и, соответственно, то, что внутри него уже только 1460 октетов гоняет. Вот это все правильно говорится. Вот. Что еще можно сказать, прежде чем мы с вами закончим? А, у нас еще 15 минут. Отлично. Значит, все вот это потихонечку расшатывается в современном мире. Есть такая отдельная совершенно тема программно-определяемые сети. Вот. Заниматься мы и с вами не будем, но это ситуация, когда вы относитесь к всему вот этому стойку протоколов, ко всему, или к какой-то его части, произвольно взятой. Как к носителю? Например, у вас есть очень хорошо, очень качественно друг с другом связанные компьютеры в единых средствах передачи данных, и дальше говорите, а зачем нам вести CPI-P в этом месте? Сейчас мы свое накрутим. Маркизио спрашивает, а это не может быть так, что мета-данные больше пакета? Да сплошь и рядом. Вы передаете 3 байта. Меньше чем один пакет, меньше чем один пакет, на это не потратится. А в пакете данных дофига. Там мета-информация лежит, мета-информация погоняет. Андрейка, важный вопрос. Можно менять НТУ на маршрутизаторе, но обратите внимание на слово маршрутизатор. Слово маршрутизатор, это какого уровня термин? Давайте мы на это посмотрим. Ну, вы и сами можете узнать. Это термин уровня сетевого. Что такое МТУ с точки зрения нашего голубя? Это размер фрейма максимальный. Это какого уровня термин? Это термин уровня интерфейсного. Сколько может унести наш носитель? В каком месте мы сталкиваемся с этой проблемой? В проблеме разделения потока данных на отдельные пакеты. А это четвертый уровень. То есть у нас в проблеме МТУ Discovery участвуют три уровня протокола. Четвертый, третий и второй. И о какой-то независимости между ними уже речь идет условно. SDN рассказал. Это ситуация, когда к какому-то подмножеству этих протоколов мы относимся только как к носителю, а дальше поверх них придумываем свою собственную логику. Еще одна забавная история. Это реальные сетевики. Они у нас еще возникнут в разговоре про TCP. Дело в том, что когда у вас через ваше сетевое устройство происходят миллиарды каких-то соединений, то в действительности все понятия надежности, эффективности и так далее работают абсолютно по-другому. Например, вы можете терять пакеты из TCP. Хотя, по идее, нельзя терять пакеты из TCP. Это будет не TCP, если они оттуда теряются. Но да, на реальном железе, когда у вас миллиарды пакетов, они теряются. И что-то с этим надо делать. Вот. Еще одна тенденция – это все хттп. Сейчас очень много того, что люди называют сетью, на самом деле это такие штуки в броузере. И всевозможные жуткие протоколы по передаче данных и всякое такое, вот весь этот, как он там называется, господи, склероз. Забыл, как он называется. Ну, когда все пишется на JavaScript, и потом в броузере жуткие потоки каких-то джессонов читает. А я вспомнил. И это все из этой серии. Что нам никаких протоколов не нужно, их хттп давай, и все будет в броузере. Андрей начинает задавать вопрос относительно того, как эффективнее реализовывать сетевые протоколы, если там кратность, не кратность, вот это все. Это все очень сильно зависит от того, как конкретно все реализовано. Мы с вами сегодня рассматривали, видите, глубей, да, абстрактные сети без каких-то конкретных вариантов реализации. Вот. Поэтому ответить на этот вопрос нельзя. Наверное, должно, как бы, кратность должна как-то увеличивать эффективность. Так. На самом деле у нас есть еще 10 минут на важную тему. То, как делать домашнее задание, как записываться на спецкурс. Потому что запись на спецкурс, как обычно, у нас непростая. Значит, что мы делаем? Мы будем пользоваться в нашем курсе виртуальной машиной, даже фермой виртуальных машин, которая, из которой, внутри которой мы будем собирать некоторые сетевые конфигурации и на них работать. Вот. В принципе, более или менее все нормальные, такие серьезные системы виртуализации... Да, 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 да. Там еще вот сетей много разных. Бибку Бива подсказывает. Вот. В принципе, все нормальные системы виртуализации это позволяют делать. Мы с вами будем пользоваться виртуалбоксом по двум причинам. Во-первых, виртуалбокс... Авторы виртуалбокса смело собирают свои виртуализаторы под три больших платформы Windows, Linux и MacOS, и поэтому на любом дискотном компьютере это запустится. А во-вторых, как мы сегодня не успеем посмотреть, но зато посмотрим в следующий раз, в виртуалбоксе проще всего как раз делать разнообразные сетевые топологии. И мы этим реально будем заниматься. Вот. Что нужно сделать? У нас нужно скачать образ виртуальной машины. Вот он. Поимпортировать его. Давайте мы его проимпортируем. Делается это с помощью команды в бокс-менедж, импорт, вот эта вся фигня. Только вот тут неправильно написано. Давайте мы это сделать поправим вот здесь. Или нужно переименовать, или что. Но, в общем, давайте так сделаем. Вот. А можно из гуя сделать, кстати. Давайте я из гуя сделаю ради интереса. Хотя, давайте... В бокс... В бокс-иммедж. Нет, в бокс-менедж, конечно. Импорт. Отчеты я не вижу. Где он тут лежит? Вот. В бокс-менедж импорт. Вот он его распаковывает. Там 300 мегабайтов. В распакованном варианте будет побольше. Вот. Successful import. Давайте посмотрим, что он показывает. Во, смотрите. Вот это тот, который был. А это я его задампил и проимпортировал. Вот. Значит, мы обсуждали вопрос. Нужен ли нам гуй в этом... Просто для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Нужен ли нам гуй в этой виртуальной машине? И внезапно большинством голосов в группе, в которой я преподавил, мы решили, что гуй нам не нужен. Так что кто тут хотел боевые условия? Тот получит боевые условия по полную программу. Бибку Бива хотел боевые условия. Почему? Потому что виртуалочка наша будет выглядеть вот так. Отсутствие гуя позволяет сделать еще меньше памяти. Всего 300 мегабайтов образ для скачки против порядка 2 гигабайтов. Ну, короче говоря, вот таких машин я на своей машинке, на своем ноутбуке, который я покупал несколько лет назад, вот таких машин я могу десятка два виртуальных запустить одновременно, совершенно не паять. Вот. 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 А с чем мы будем иметь дело? Мы с вами попробуем в какой-то момент чуть более удобно устроить себе интерфейс, если довольно много всякого редактирования требуется на машинке. Вот. Но, как бы это сказать, тем не менее, вот, да. Значит, у этого пользователя root. И пароль у него root. Не делайте так никогда в боевой системе, но, как вы понимаете, это виртуалочка для экспериментов. Так можно. И в качестве записи на спецкурс нужно проделать следующую вещь. Нужно сказать вид, сделать снимок экрана и прислать этот снимок экрана мне по почте с указанием ФИО, кто там у нас, группа, если вы не из университета, факультет и так дальше. Вот. Прислайте его. Сейчас скажу кому. Не скажу кому. Сегодня напишу кому присылать. Виктор, тмук скрин хорошая очень штука. Возможно, будут. Да. Мы посмотрим, как у нас будет идти, с какой скоростью у нас будет идти наш разговор про сети. Если мы доберемся до ситуации, когда нам уже будет легко заходить в нашу топологию по ССХ и там работать, то да, будут. Вот. Гостевые 64-битные по той причине, что 32-битная платформа стремительно делается неподдерживаемой. Я видел массу софта, которые просто не компилируются или компилируются и падают на 32-разрядной платформе, поэтому я решил не рисковать. Вот. Все. Значит, у меня было в планах попробовать рассказать про то, как сети настраиваются в виртуальной машине. Но это, видимо, на следующий раз. Вот. И как клонируются пока что, пускай будет одна. Напоминаю, запись на спецкурс – это снимок скриншота по адресу почтового, который я укажу. Это не мой основной адрес, это мой факультетский. Вот. И, соответственно, вот этот вот скриншот, который мы с вами сделали. дайте я на нее посмотрю. Так, давайте мы, во-первых, ее остановим. Во-первых, мы ее остановим. Во-вторых, мы посмотрим на скриншот. Вот он. Вот, его надо прислать. Вот. Значит, так, тут вопросы посыпались. Сейчас я попробую на них ответить. Значит, про гостевые я ответил, что 64-битные, просто потому что я не доверяю 32-битным больше. Протмукс скрин, я сказал, что, скорее всего, протмукс, ну, скажем так, протмукс будет, если мы доберемся до такой необходимости. Что такое линки по ССХ, я не знаю, но про ССХ точно будет разговор, и не только здесь, еще и в курсе по питончику, вернее, по гитту, потому что там он тоже нужен, так что, если вы ходите туда и туда, вы ходите туда и туда, то все это вас ожидает в количестве. Вот. Всевозможные ГНС-3 я даже трогать не буду, ну, их нафиг, у нас тема не ЦИСК, а Linux. Мы будем работать со всеми сетями в Linux. Напоминаю, Linux такая штука, такая операционная система и такое ядро, в которое можно сделать вообще все, что можно сделать с этими вашими сетями. В большинстве случаев даже референсы сначала пишутся на Linux, а потом уже начинаются какие-то оптимизации. Вот. А иногда не начинаются, и работает это прямо так. Поэтому, есть, конечно, исключения типа ЦИСК и Джиннипер, но там даже, даже там ситуация такая, что люди сначала смотрят, как это работает, во, 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 Маркизи уже начал меня благодарить, а то он намекает, что у нас время заканчивается. Там люди смотрят, как это в принципе работает, и дальше реализуют. Я не знаю, что за ролик про императивное программирование. В корейческом я нажал не на ту кнопочку. Сейчас я попробую все выключить. Вот. Все. Значит, пошли уже благодарности. Это значит, что вопросы закончились. Тогда всем спасибо. Сегодня я впишу тот почтовый адрес, на который надо скриншотики присылать. Он же является адресом регистрации на спецкурс. Вот. Мы с вами с 321 группой до понедельника прощаемся, а с вами до вторника, когда у нас будет курс по архитектуре. Вот. На чем, собственно, спасибо. и до новых встреч. До новых встреч.